Всем привет! Сегодня я поговорю с вами о памяти, а конкретно о картах памяти. Вы, скорее всего, пользуетесь хотя бы какой-нибудь. И давайте посмотрим на новенькое. Поехали! Производитель прислал непосредственно на обзор. Я не знаю этого производителя. Вы можете написать в комментариях, каким производителем, если вы пользуетесь какой-то памятью мобильной, скажем так, microSD, SD. Напишите в комментариях, какой именно пользуетесь. Ну, а, собственно, я до этого времени пользовался китайскими сандисками и всевозможными вот этими вот разными карточками. А сейчас непосредственно хочу потестировать нового, может быть, старого, но никому неизвестного производителя. Честные ли у них скорости, какой объем данных они поддерживают и так далее и тому подобное. Для того, чтобы тест был у нас справедливый, больше в конверте ничего нет. Хорошо, что доставка у нас по России. Хорошо, что это все дело быстро приходит, потому что, скорее всего, отправка будет в Санкт-Петербург. И сами считайте, сколько по времени вам все это дело доедет. В общем, в принципе, это стандартное письмо. Единственное, что приятно, что действительно оно написано полностью, соответствует русскому языку. Советы о мощности. 128 гигабайт показано, сколько это на самом деле памяти в реальной скорости. USB 3.0, порт E3 microSD, ридер точного результата тестирования для тестирования microSD. Политика возвратов. И компания называется LongDisk. Сейчас или чуть-чуть попозже я вам покажу скорость тестирования через Macbook, через утилиту Blackmagic Disk или как-то так. В общем, в принципе, нет смысла, нет, скажем так, права не доверять этой программе. И она покажет реальную скорость чтения и скорость записи на этих карточках. Сами карточки приезжают вот в таком виде. Здесь на 128 и на 64 гигабайта памяти. В общей сложности практически 200 гигов. В принципе, я тупанул. Честно, расскажу, как было. Можно было взять две по 128. Но на самом деле он говорил, продавец говорил, что я пришлю весь ассортимент карт, которые есть. Весь объем памяти. То есть 16, 32, 64, 128. Но так получилось, что либо мы друг друга не поняли, либо он просто сделал вид, что он не понял. Китайцы любят так делать. И прислал только то, что я положил в корзину у себя. Потому что карточки продаются на Алиэкспрессе. У них есть официальная гарантия. И, в принципе, на них, на обоих написано, что скорость чтения 90 мегабит в секунду. Я думаю, что, если честно, хотя написано Long Disk Extreme. Мне кажется, что это UFS. UFS 1. UHS. UHS 1. High Performance Extreme Memory Card. Сделано в Корее. Есть даже QR-код WeChat, если вы хотите. 10 лет гарантии они дают. Прикольно, друзья. Прикольно. Есть официальный сайт. Я ссылочку оставлю на продавца. И также ссылочка будет на официальный сайт. Также у нас в комплекте есть два вот таких вот непосредственно адаптера. Это прикольно. Адаптеры, они же картридеры. И непосредственно здесь вы можете хранить свои карты памяти. Написано на них, что Polaroid. Сделано в PyNI компании в Содружестве. Адаптер. Ну, я думаю, что это очень хорошо. Когда я приобретал фотоаппарат себе, на который я сейчас снимаю G80, была приобретена карточка на 64 гигабайта от компании SanDisk или что-то такое. В общем, тоже SanDisk Extreme. В общем, тоже гарантия 5 лет, по-моему, или пожизненная. Что можно делать с карточкой все что угодно. И якобы можно восстановить данные. Давайте уже смотреть скорость. Или мы уже ее посмотрели. Сейчас мы об этом с вами разберемся. Я думаю, что данного производителя, тем более корейского, можно смело рекомендовать. Потому что, во-первых, они честно поступают. Во-вторых, цена приемлемая. В-третьих, есть на Алиэкспрессе. В-четвертых, есть доставка прямо из России. Никаких налоговых пошлин и таможенных сборов у вас не будет. Поэтому смело могу рекомендовать. Производителю большое спасибо за то, что прислал на тесты в дальнейшее использование данные microSD карточки с переходниками. Вам большое спасибо, что посмотрели данное видео до конца. Обязательно поставьте вверх палец. Может быть, мне удастся переговорить с производителем. Для того, чтобы он прислал пару-тройку таких карточек. Может быть, на какой-нибудь обзор или розыгрыш. Или, как вы всегда любите, на халяву. Ну, а пока этого не произошло, можете подписаться на наш чат в Телеграме. Он там пока еще доступен. Телеграм еще пока работает на территории России. И это важно. Ну и, собственно, пишите в комментариях, что вы супергерой. Все полезные ссылки, как всегда, там же в описании под этим видео. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Лайк, шерк, колокольчик, там все дела. В общем, распространяйте, друзья, помогайте. У нас уже 14 косарей. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok